и снова здравствуйте друзья мы рады вас приветствовать на нашем канале и сегодня на обзоре у нас ну относительная новинка от компании звезда и это у нас мессершмитт 109 g6 масштаб 148 посмотрим оборотную сторону здесь у нас представлены иллюстрации собранной модели модель собирал нас сергей сурнев так и набор у нас имеет 233 детали и в собранном виде длина модели составит 18 сантиметров 8 миллиметров на этом переходим к декалям судя по всему декаль у нас отпечатана компании бегемот качество отличное никаких сдвигов на декале нету имеются все опознавательные знаки картинки и так далее на большом изображении приложим посмотрите поближе посмотрим на остекление в этом наборе остекление представлена в двух вариантах закрытая кабина фонарь и открытый фонарь остекление выполнено и жесткого пластика не из мягкого как в наборах с мигом 29 су-33 и су-27 здесь такой жесткий достаточно пластик и может посмотреть насколько он прозрачен прозрачен он хорошо никаких разводов на нем нету и толщина хорошая ну то есть он не толстым даже через него практически нет искажений если рассматривать декали можно обратить внимание что искажения здесь практически нет и так настало время пробежаться по инструкции инструкция довольно таки большая и длинная скажем так в этот раз она представлена на четырех листах формата 4 мы естественно они даны одной тряпочкой здесь мы можем увидеть рамки которые представлены в наборе и шаги по сборке детали как уже я сказал ранее в наборе очень много 200 с лишним и инструкция по этой причине очень очень длинная здесь хотелось бы обратить внимание что представлены три варианта окраски данного самолета но к сожалению нету описания какие раскраски к чему относят это не очень хорошо я считаю но мне кажется что либо забыли напечатать либо это из первых партий и что-то упустили ну надеюсь что в будущих коробках уже будет инструкция с описанием того где и какой борт использовался заканчиваем рассматривать инструкцию переходим непосредственно к пластику итак друзья пластик у нас представляет вот такую охапку достаточно большое количество литников для такой модели раз два три четыре пять шесть летников ну и начнем мы с вот этой рамочки рассматривать что у нас на литниках и какого качества здесь у нас представлен фюзеляж на фюзеляже хорошее литье без утяжен без двигав формы ну модель новая поэтому здесь все достаточно хорошо также на этой рамке идут выхлопные патрубки собираются они из двух половинок вверх-вниз видимо да ну здесь неважно вверх-вниз не верх-вниз но сама суть что представлены из двух половин не могу сказать что это хорошо придется их хорошенько обрабатывать после склейки также кок выхлопные воздухозаборные элементы от воздухозаборников руль направления законцовки крыльев так ну здесь видимо это у нас пол кабины копита рулей высоты и сами стабилизаторы рама на чем крепится двигатель и навесное оборудование переходим к следующей рамочке на следующей рамочке у нас представлен винт пропеллер блок двигателя пушки детали вот пилота голова руки опять вариант видимо выхлопных патрубков либо ответные части от предыдущей рамки еще какие-то дополнительные детали пока не понятно что это есть такое качество отливки опять же хорошее без смещений без двигов без облоя следующая рамка следующая рамка у нас представляет часть хвостового оперения видимо это относится к одной из модификаций которые можно собрать из этого набора крышки двигателя капота и еще один дополнительный пропеллер видимо тоже относящийся какой-то из модификации представленных в этом наборе который можно собрать здесь же навесное вооружение это бомбы воздухозаборник для компрессора подвесы для бомб здесь вот они представлены данными скобками ну и дополнительный топливный бак на следующей рамке можно увидеть это у нас стенки низ шасси выполнены хорошо имеют имитацию заклепки внутри и здесь вот не совсем понятно приложим на фотках отдельные какие-то вот мелкие элементы пока не ясно что это то ли это брак изготовления фрезеровки видимо в этом месте может быть это от бурой либо непосредственно сама конструкция далее у нас крыло литье хороший рельеф присутствует клепки есть все читаем и все сделано очень очень хорошо красиво прям очень радует глаз стойки шасси и опять же части элементов не шасси и так следующая рамка содержит варианты рулей направления шасси колеса состоят они опять из двух половин каждое колесо рули направления опять представлены в ноту в данном случае в двух вариантах видимо относится это опять же к модификации то есть из этого набора у нас получится собрать несколько модификаций если приложить смекалку и посмотреть информацию о том какие модификации были но как производитель предлагает именно модификацию g6 мессершмитта далее мы видим элементы от компрессора одна часть вторая часть здесь щитки ниш панели которые закрывают ниши шасси в убранном состоянии элемент от топливного бака приборной панели опять же в двух вариантах стойки шасси опять вижу здесь из основного и пушки видимо они повторяют сравним узнаем и так друзья последняя рамка которую мы можем увидеть в этом выпуске на этой рамке представлены еще несколько вариантов деталей из которых опять же у нас вариант фюзеляжа и два варианта капотов отлито они также качественно имеется крой все отлито очень хорошо без облоя ровно на внутренней стороне вот этих капотов имеется ребра усиления то время как на этих нет видимо эти в закрытом положении эти в открытом положении вот что стало быть наверное можно из этого получить интересно посмотрим как она будет сборки ну а на этом все ребята тут и сказочки конец то задонатил молодец ссылку на него вы найдете в описании также в описании вы найдете ссылочку на группу вконтакте в которую вам надо срочно подписаться также вам надо срочно подписаться на наш инстаграм поставить лосики поставить лосики к этому видео написать ваши комментарии поставить ваши дизлайчики а на этом все ребятушки пока пока